сегодняшняя тема капуста и я вас прошу обратить особое внимание я буду больше говорить чем вы увидите но то что я буду делать это обязательно вы должны сделать сразу же как только посмотрите сюжет значит капуста слышите вот я тут все одновременно делаю траву рву паровоз слышу и и и пытаюсь пытаюсь помочь капусте что сейчас не нужно сделать конечно взять тяпку обязательно и постараться прорыхлить у нее около кочерыжки меняя землю в таком направлении зачем это нужно делать а для того чтобы личинки отложенные неважно кем медведкой проволочникой проволочником или болезнями там такими как кило и это поможет капусте избавиться от болезней без применения химических удобрений значит наша задача взрыхлить почву достаточно сильно и как бы поменять ее либо под гребите либо уж потом прямо руками вот так вот от кочерыжки понимаете да от кочерыжки убрали а туда новые подсунули это очень важно но и под грести ее просто и прорыхлить тоже обязательно идут дожди стоит сухота земля слеживается а как вы помните да когда земля слежалась тогда любая муха готовы отложить яйца а потом оттуда личинки вылезут и естественно сожрут всю капусту и слизни и прочее причем капусту нужно прорыхлить прополоть и засыпать опилками или яичной скорлупой или сделать круги отсыпать там пушенка и звездкой или мелом тогда слизни не полезут на вашу капусту но у капуста есть проблема которая касается всех это сосудистый бактериоз и это это кила кила погубит капусту однозначно к бабке не ходи а чтобы этого не произошло возьмите такой препарат который называется кальциевая селитра не аммиачная не какая-то другая не натриевая а кальциевая селитра возьмите две ложки столовых на 10 литров воды размешайте все растворите и под каждое растение капусты дайте не менее двух литров это поможет вам избавиться от киллы пролейте ее дважды через 7-10 дней повторите это подкормка хорошая сейчас идет образование зеленой массы селитра имеет составе именно азот а вот кальций то как раз и помощник против киллы и еще таким же составом постарайтесь пролить помидоры потому что это прекрасное средство еще и от вершины гнили на плодах томатов а вон там за мной большая куча опилок и как только я обработаю эти ряды капусты пропалю прорыхлю поменяю землю от ее кочерыжки до уберу и посыплю свежую я засыплю все опилками и никакие слизни никто не посмеет тронуть мою капусту и вашу тоже ну про капусту сюжет короткий сейчас капуста завивает вилок и ваша задача поливать холодной водой из ковша прямо в середину слышите меня прямо в середину но если идут дожди вы то ее не поливайте хоть вы понимаете что излишнее количество воды не сыграет ей на пользу она просто гнить начнет вот и все и если уж стоит жара они идут дожди у нас в регионах все по-разному мои почитатели youtube моего канала они будут долго разбираться чего же им делать то вот если идут дожди значит поливы редкие по крайней необходимости если стоит жара то ее надо поливать раз в неделю но не больше и поливать не вот так плесканул до пол-литра а 3-4 литра а то и 5 пол ведра нужно дать обязательно все на этом закончил а то всю голову вам заморочил всего доброго и до свидания а